Знания Лайф Анализ и машинное обучение Эксперты отмечают, что 90% данных сгенерировано за последние годы. Оборудование собирает сведения, которые надо оперативно обрабатывать и использовать для принятия решений. Руководителям рекомендуется осваивать новые инструменты в работе с информацией. Кластеризация Типичная ситуация. Вам надо в короткие сроки разобраться и принять решение по большому количеству объектов и обосновать его, опираясь на данные. Здесь будет полезен один из видов машинного обучения — кластеризация. Кластеризация или кластерный анализ — это группирование объектов таким образом, чтобы объекты из одного кластера были более похожи друг на друга, чем на объекты из других кластеров по какому-либо критерию. Этот алгоритм полезен при работе с данными, закономерности в которых вам еще неизвестны. Какие цели мы можем преследовать, проводя кластеризацию? Первое — классификация объектов, объединение их в группы. Разбиение выборки на группы схожих объектов упрощает дальнейшую обработку данных и принятие решений. Позволяет применить каждому кластеру свой метод анализа — стратегии разделяя и властвуй. В данном случае стремятся уменьшить число кластеров для выявления наиболее общих закономерностей. Второе — сжатие данных. Можно сократить размер исходной выборки, взяв один или несколько наиболее типичных представителей каждого кластера. Здесь важно наиболее точно очертить границы каждого кластера, и их количество не является важным критерием. Типичная ситуация, когда вам может понадобиться такой подход — разработка систем мотивации для большого коллектива с учетом индивидуальных особенностей и запросов. Третье — обнаружение новизны, обнаружение шума или аномалий. Выделение объектов, которые не подходят по критериям ни в один кластер. Такие объекты требуют особого внимания. Данный подход часто применяется при проверках или аудите. Он позволяет выявить аномальные события или объекты по одновременно нескольким критериям, что невозможно другими методами. Кластеризация сочетает в себе простоту и эффективность. Единственное, что выполнить ее в Microsoft Excel уже не получится, и для этого потребуются специализированные программные продукты. Правда, приобретать их не обязательно. Например, решение на базе Python плюс Jupyter является отраслевым стандартом рабочего места аналитика и распространяется как продукт с открытым исходным кодом. Бесплатный даже для коммерческого использования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...